как позаботиться о себе если со здоровьем пока не все в порядке но возраст уже поджимает каждый из нас старается заботиться о своем здоровье мы что-то читаем постоянно смотрим какие-то ролики какие-то фильмы ходим к врачу на консультацию в больнице где-то что-то иногда бываем и анализы проводим обследование очень много на этот счет конечно литературы есть научные и самые различные из которой можно извлекать очень много информации но вот полезно ли это информация или нет это уже должен решать каждый сам для себя потому что очень много противоречивой информации существует на сегодняшний день например германии и в других частях мира в россии например интересуются как заботиться себе если со здоровьем пока все в порядке но возраст уже поджимает вот такие вопросы люди задают себе и мы сегодня разберем несколько таких вопросов и я вам отвечу свое личное мнение на этот счет я уже прожил тоже 60 лет и уже кое-что знаю о своем здоровье о своем теле и также здоровье других людей потому что я за свою жизнь был связан с тысячи различными людьми и наблюдал у кого как какие вещи происходят жизни протекают различные болезни от чего они возникают почему они возникают и куда все это ведет и так вы задаете вопрос как позаботиться о себе если со здоровьем пока все в порядке но возраст уже поджимает но моя точка зрения она такая что если у вас ничего не болит то ничего и особо не делайте и не особенно ни о чем не переживайте потому что лишние переживания они общем-то на психической такой основе приводят как раз к болезням вы наверняка наблюдали за пожилыми людьми за бабушками одуванчиками я их всегда называю которым уже по 80 90 а некоторым и по 100 лет они такие как одуванчики как летает 1 от одного цветка к другому пчелки да можно сказать пчелочки радуются жизни и как будто у них никогда никакого стресса нет никаких проблем и они спокойно живут десятилетия за десятилетием и я знал тоже несколько таких бабушек которым было за 100 и просто удивительно моя бабушка тоже не было 93 года она очень-то до последнего дня можно сказать себя нормально хорошо чувствовала и никогда не болелась и тема это ее никогда не волновало здоровья там или еще что то если ничего не болело то и ничего не о чем пережив как в машине если у вас есть прекрасная машина она ездит все нормально функционирует зачем вам переживать о том что завтра может накрыться вас мотор или там еще какие-то запчасти где-то что-то сломаться не обязательно об этом переживать эту работает работает будьте довольны конечно аккуратно относитесь к своей технике например машине в данном случае до если у вас новая хорошая машина выпад получили ferrari например porsche но вы будете конечно на ней очень аккуратно ездить и вот ваш организм это как раз для вас и является ferrari porsche mercedes высшего класса lamborghini и много-много другие такие автомобильные марки которые если вы получили бы эту машину вы на ней ездили бы очень очень аккуратно говорят что упражнения и физическая активность продлевают жизнь занятие спортом для любителей оно никак не влияет на здоровье можно сказать конечно на настроение влияет если вы немножко позанимались спортом где-то что-то там пробежку небольшую сделали у вас хорошее настроение потому что движение разгоняет кровь разгоняет дурные мысли у человека появляется прекрасное настроение если это делается в окружении прекрасных интересных счастливых людей или на природе где все там солнышко свете там зимой снежок хрустит под ногами до ветерок какой-то свежий воздух это все дает такое прекрасное настроение для организма такой большой пользы а ну и нету и вреда конечно тоже но если кто-то занимается например профессионально спорта то тут уже надо задуматься потому что я тоже много знал профессиональных спортсменов у которых потом отваливались коленки локти и суставы спина там я имею ввиду штангистов различных там фитнес-студию люди которые всегда брали такие максимальные вес штанги да или там мы качались или еще что-то какие-то препараты принимали потому что как правило на фитнес-студию просто люди не ходят так они хотят там накачаться и начинает всякую дрянь не принимать в себе вовнутрь и от этого получается очень много негативного такого эффекта для организма то есть вместо пользы они наносят организму вред ну и суставы их у них раньше времени изнашивается кулатура может быть немножко вырастает но от этого толку мало потому что если потом год-два не позанимаешься все это как правило уходит обратно потом это все висит и тело становится еще даже страшнее чем до того как ты начал тренироваться так что здесь нужно задуматься хорошо профессиональный спорт это как немцы горит спорт и сморт то есть настоящий профессиональный спорт это как смерть потому что любого футболиста который занимается профессионально да у него там в 30-40 лет уже все суставы все там куча переломов и всего прочего или возьмите например боксера какого-нибудь или легкая атлетика или фигурное катание сколько раз они падают если ты там пару раз неудачно упадешь на лед потом позвоночник образно говоря я не соберешь да будет будут проблемы на все оставшиеся каждый из вас знает прекрасно таких профессиональных спортсменов которые сегодня инвалиды да и чувствует себя очень очень довольно таки в сто раз хуже чем эти бабушки одуванчики которым по 100 лет которые никогда не занимались никаким спортом профессиональным и прекрасно себя чувствуя этому здесь действительно спорт это очень такая опасная штука профессиональный спорт так гимнастику делать это полезно но вот профессиональный спорт нужно тут 10 раз подумать стоит ли им заниматься если вы постоянная ходьба некоторые говорят вот надо по 10-20 километров ходить каждый пешком там с палочками без палочек и вот если бы постоянная ходьба была полезная то почтальоны были бы бессмертны или зайцы бегают прыгают без остановки но живут всего лишь по не больше 15 лет как прожить дольше то есть очень много движений это тоже во вред представьте себе вам подарили феррари или ламбурджини или там мерседес и вы как сумасшедшая или как сумасшедшие с утра до ночи гоняете на этом мерце по тысячу по 2000 километров в день ну как вы думаете вот вам подарили такой мерц и соседу вашему у соседа этот мир стоит в гараже например и он выезжает там на работу и обратно может быть там 20 километров в день у проезжает на этом мерце он его аккуратненько ставит обратно в гараж а вы проезжаете в день по 2000 километров вот тот же самый мертвого же завода до со штутгарта с нашего с германии и какой из них и дольше будет служить ну конечно тот который стоит в гараже и который можешь меньше используется это же логично да так же и тело если вот родились близнецы один из них нормальный такой простой человек обыкновенный а второй спортсмен ну у кого будут суставы из изношены к 50 годам больше у спортсмена или у простого такого обыкновенного человека который работает где-то в бюро там сидит везде не немножко занимается гимнастикой ну конечно у первого да кто занимается регулярно таким профессиональным спортом также и черепахи не бегают ничего не делают и живут по 450 по 500 лет представьте себе черепаха такая спокойненькая как вот эта бабушка одуванчики до который по сто лет живут это черепаха тоже 500 лет спокойненько живет так плавает там океане и ей прекрасно и хорошо без всякого штресса говорят что упражнение физическая активность продлевает жизнь например помогает сердцу но это не совсем так потому что наше сердце как и любой наш орган как и в машине до любая запчасть она запрограммирована на определенное количество сокращений операции нельзя рассчитывать или растрачивать их на различные упражнения ну как mercedes и групп у mercedes есть определенный ресурс вот там скажем 500 тысяч миллион километров до после этого уже там проблема начинается также наше сердце у него есть определенный ресурс скажем пробежать столько-то столько-то тысяч километров или продать пройти да вот наш скелет наше тело должно в эти 80 лет сколько мы живем 70 80 90 определенный ресурс она так запрограммирована и если мы каждый день как бы используем больше наши ресурс то ресурса становится меньше но это все равно что вот как у вас утром вы такие fit подвижные а к вечеру вы уже такой ресурс заканчивает вставшая такая убитый уже и вот это как раз и есть есть ресурс у сердца тоже есть такой ресурс поэтому не растрачивать его надо напрасно не растрачивать хотите жить дольше люди на своем жизненном опыте также с этими стариками пожилыми я разговаривал они например после обеда ложатся на часик полтора такой тихий тихий часу не как например в испании когда там жара страшно они тоже после обеда ложатся у них там часик-два перерыв и в этом что-то есть очень хорошего потому что у нас у них день такой не длинный как у обыкновенных европейцев да а у них вот именно пауза вот это после обеденная часть 2 у них пауза и это очень хорошо влияет на здоровье также итальянцы делают по португальцы и многие многие южане да у них после обеда они отдыхают это очень здорово также если у вас есть возможность было бы хорошо просто отдыхать после обеда вредно ли есть шоколад многие задают вопрос вредно ли есть шоколад конечно не вредно я сам с удовольствием ем шоколад каждый день понемножку почему потому что шоколад это какао очень полезные для здоровья продукт какао мы знаем это растительная пища поэтому она хорошо усваивается нашим организмом а так и говорят еще продукт питания для счастья то есть человек который любит немножко шоколад хорошего качества естественно не какой-то там где сплошной сахар чтобы там было какао высшего класса тогда настроение поднимается и с кофе мысли или чаем то это прекрасное такое прекрасное удовольствие такие пару минут человек испытывает настоящее такое как бы счастье потому что ну а киды от хорошего разговора прекрасной погоды природы мы испытываем счастье такие моменты маленькие моменты счастье и вот когда кофе с шоколадом пьешь это такой маленький момент счастье человек испытывает любой нормальный человек поэтому конечно же это не вредно только нужно знать меру если кто-то работает на шоколадной фабрике и у него там килограмм килограммами тонн ами есть шоколад возможность его там есть, а то, конечно, было бы вредно, если бы вы съедали бы каждый день по килограмму шоколада. Это стало бы очень заметно сразу всем вашим сотрудникам и всем вашим знакомым. Ну, а если вы в день 20-30-50 граммов шоколада съедаете, и при этом у вас здоровье нормальное, хорошее, то это только идет вам на пользу. Стоит ли ограничить потребление алкоголя? Хороший вопрос. Стоит ли ограничить потребление алкоголя? Ну, алкоголь – это очень серьезная тема, очень больная тема, потому что по всему миру и также у нас здесь на Западе есть очень много алкоголиков, не обязательно они люди, которые валяются на дороге где-то или где-то там в подъездах. У нас есть очень много, миллионы культурных алкоголиков, люди, которые просто каждый день под газом, под кайфом так, и если, например, они безработные, у них нет никаких обязанностей по жизни, то, естественно, у них день начинается со 100 грамм пивка или венца или там покрепче чего. То есть, алкоголь – это очень серьезная проблема, действительно. И если человек не может его употреблять должным образом, то лучше от этого избавиться. А вообще, конечно, вино, хорошее качество вино, а мы живем как раз в таком регионе Германии, где очень много виноградников и очень хорошее качественное вино. И многие немцы, они так понемножку, там, 250 миллилитров или 200 грамм в день они примерно пьют для здоровья. Потому что вино, оно же сделано из винограда, а также и пива, оно тоже сделано из лака. То есть, эти продукты, они являются, в общем-то, полезными, но опять же, в меру. Все определяет мера. То есть, когда напиваемся, когда обжираемся, все это плохо. Когда все это немножечко в меру, то это только идет на пользу. Даже в Библии написано, что вино, оно веселит сердце, а также оно употребляется в плане того, что помогает работе желудка. Раньше, например, римляне, продукты питания, если где-то что-то были какие-то не совсем хорошие, или там дезинфекции не было в достаточной мере, и можно было подцепить какую-то заразу, и вот вино, если добавляли в воду, то оно как бы дезинфицировало организм и уничтожало эти вирусы, бактерии, микробов, паразитов. Так что, в принципе, вино в небольшом количестве, это только очень здорово. Ну, а насчет алкоголя нужно хорошо 10 раз подумать. Вредит ли мясо нашему здоровью? Самый такой больной вопрос можно, как вы правильно заметили, вредит ли мясо нашему здоровью. Ну, вот есть очень много таких противоречивых высказываний. Мое мнение такое, что опять же, в меру оно не вредит и идет только на пользу, потому что в мясе, в хорошем мясе, я не говорю про какой-то там напичканной антибиотиками, всякими таблетками, всякими растворами мяса. А хорошее мясо, скажем, если у вас есть какая-то корова, которая пасется на лугу, которая ест хорошую травку, баранчики у вас какие-то есть, овцы, козы. Там у нас у самых, в детстве у меня были кролики, нутрии, очень много всякой живчины. И, конечно, это было очень хорошее, классное мясо, потому что это было такое мясо домашнего производства, из зелени, как правило, из растительной пищи. И я всю жизнь, вот сколько себя помню, у нас мясо, оно всегда стояло на столе, как-то почти все блюда на обед были с каким-то мясом, да. Причем оно очень классное было. У нас была кролятина, у нас была курятина всегда, у нас был нутрий. Нутрий, может быть, знаете, очень хорошее, классное мясо. Ну и свинина обязательно, говядина. Ну, вот эти в основном баранина, шашлычок и все прочее. То есть, это мы всегда делали, и вы знаете, это все очень хорошо, особенно молодому растущему организму. Если человек, например, парень растет или девушка, и он будет питаться только травой, яблоками там, то он вырастет каким-нибудь дистрофиком и совсем не будет таким красивым, высоким, крепким мужчиной или женщиной. Поэтому мясо, оно очень помогает нашему организму. В малом количестве, опять же, не переедать. Мясо это классная вещь. Шашлык, бешпармак, ну и можно так бесконечно есть очень много блюд вкусных, которые вы готовите. И каждый из вас скажет, что да, ну как без мяса жить? Это очень не так-то просто. Но есть люди, которые живут без мяса, и они считают, что это нормально. Но это ихнее решение, и мы его, конечно, тоже приветствуем. Итак, мы разобрали нескольких самых основных вопросов, что касается здоровья, как к нему относиться, пока еще молодой. Береги здоровье с молоду. Говорят, такая пословица езда. Это как машина, например, тебе дали Феррари, береги эту машину, пока она еще новенькая. А потом, когда уже начнет сыпаться, потом уже трудно что-то беречь, когда у тебя под тобой все это сыпется. Также и здоровье, если у тебя отказывает один орган, другой, третий, четвертый, пятый, конечно, тогда уже беречь уже поздно. То насчет физической активности. Здесь нужно быть уравновешенным. Не нужно слишком сильно заниматься спортом. Как прожить дольше? Сон, чтобы поменьше штресса, это очень важно. Вредно, если шоколад, конечно, не вредно. Коболь, конечно, тоже не вредно, если все это делается в норму. Вот такие вот мифы о здоровом образе жизни мы сегодня разобрали. У каждого, конечно, есть свой жизненный опыт, но у меня такой. Подписывайся, заходи на следующие ролики, что-то интересное опять расскажу.